Никол Пашинян подал в отставку, но в данный момент исполняет в точности те же самые обязанности, что и прежде, но с приставкой ИО. Я посчитал важным, чтобы моя отставка состоялась именно сегодня, в День гражданина. Это важный символ того, что таким образом мы возвращаем полученную от гражданина Республики Армения власть гражданину, чтобы он, гражданин Республики Армения, самостоятельно решал дальнейшую судьбу власти посредством свободных, честных и конкурентных выборов. Его оппоненты считают, что это первый шаг к распуску парламента и предстоящим махинациям на голосование. В соответствии с армянской конституцией парламент можно распустить, если после отставки премьер-министра депутаты не смогут выбрать нового руководителя Кабмина с двух попыток. Сейчас в армянском парламенте фракция Пашиняна «Мой шаг» составляет большинство. Есть версия, что парламентарии попросту сделают вид, что не нашли достойных кандидатов. Таким же путем в Армении назначались выборы 2018 года, когда после бархатной революции Пашиняну было нужно избавиться от парламента, который находился под контролем недружественной Республиканской партии Армении. Если все пройдет по плану, голосование по кандидатуре главы правительства состоится 20 июня. На предстоящих выборах у Пашиняна совсем немного соперников. Оппозиция пока разрознена и не представляет единый фронт. Самая заметная сила блок, собравшийся вокруг второго президента Армении Роберта Кочериана, который в свою очередь уже заявил, что готов к предстоящей политической схватке, и его решительность вполне объяснима. В последнее время поступки и решения Николы Пашиняна стали предметом самых жарких дискуссий. Я здесь потому, что то, что происходит сейчас в моей стране, меня не удовлетворяет. Я бы очень хотел, я всегда мечтаю, чтобы у нас была такая страна, где что-то создается, где страна развивается, где есть любовь и единение, где видно хорошее будущее. А после 10 ноября 2020 года ситуация в стране и вовсе стала взрывоопасной. Часть жителей Армении посчитала подписанное премьером соглашение по Нагорному Карабаху предательством национальных интересов. Пашинян, трусливая собака! Армения понесла значительные территориальные потери. Будучи фактически поверженной стороной, она вынуждена была передать Азербайджану три района, помимо уже захваченных Баку населенных пунктов, включая город Шуши. В этой бумаге нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха. Ну что, Пашинян? Ну что, Пашинян? Наверное, эти слова еще долго будут оставаться на устах. Ну что, Пашинян? Ты же в Джибраил дорогу строил, танцевал там. Ну где твой статус? В ад отправляется твой статус. К черту отправляется. К черту нет статуса и не будет. Пока и президент не будет статуса. Это часть Азербайджана. Во многом судьба и политическое будущее Никола Пашиняна находилась и находится в руках Баку. За последние полгода, с момента окончания войны, армянский премьер так и не смог договориться о возврате из Азербайджана на родину около 200 военнопленных. Тем не менее, согласно данным опроса, проведенного Gallup International, Никол Пашинян остается самым популярным политиком Армении и с большим отрывом обгоняет всех своих конкурентов. За премьерский блок «Мой шаг» намерены голосовать почти 32% опрошенных, тогда как за Роберта Кочаряна и его союзников менее 6%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова